сегодняшний выпуск программы продолжает некоторым образом наш цикл посвященный эпигенетики сегодня нас ждет очень много открытий все о чем мы уже успели сказать еще 20 лет назад было бы довольно неожиданно кетогенная диета очень известная сейчас она тоже приводит к такому же результату высокая пластичность нейронов который лежит как вы правильно сказали в основе когнитивных функций опирается на пластичность их эпигенома появились первые экспериментальные данные которые свидетельствуют о повреждении днк утрата информация в чистом виде насколько при нейрональной активности может страдать глия почему в нейронах могут накапливаться мутации этот компромисс верен и для нервной системы для этого не знала